Ивана Тургенева, «Собака», читает Павел Беседин. Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в действительную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен играть здравый рассудок? Провозгласил Антон Степаныч и скрестил руки на желудке. Антон Степаныч состоял в чине статского советника, служил в каком-то мудренном департаменте и, говоря с расстановкой, туго и басом, пользовался всеобщим уважением. Ему незадолго перед тем, по выражению его завистников, влепили Станиславку. «Это совершенно справедливо», — заметил Скворевич. «Об этом и спорить никто не станет», — прибавил Кенаревич. «И я согласен», — подапнул фестуловой из угла хозяин дома, — феноблентов. «И я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самим произошло нечто сверхъестественное», — проговорил мужчина среднего роста и средних лет, с брюшком и лысиной, безмолвно до тех пор сидевший за печкой. Взоры всех, находившихся в комнате, с любопытством и недоумением обратились на него. И воцарилось молчание. Этот мужчина был небогатый калужский помещик, недавно приехавший в Петербург. Он некогда служил в гусарах, проигрался, вышел в отставку и поселился в деревне. Новейшие хозяйственные перемены сократили его доходы, и он отправился в столицу поискать удобного местечка. Он не обладал никакими способностями и не имел никаких связей. Но он крепко надеялся на дружбу одного старинного сослуживца, который вдруг ни с того ни с сего выскочил в люди, и которым он однажды помог приколотить Шулера. Сверх того он рассчитывал на свое счастье. И оно ему не изменило. Несколько дней спустя он получил место надзирателя над казенными магазинами. Место выгодное, даже почетное и не требовавшее отменных талантов. Магазины существовали только в предположении и даже не было с точностью известно, чем их наполняют, а придумали их в видах государственной экономии. Антон Степанович первый прервал общее оцепенение. Как, милостливый государь мой, начал он, вы, не шутя утверждающий, что с вами произошло нечто сверхъестественное, я хочу сказать, нечто несообразное с законами натуры, утверждаю, возразил милостливый государь мой, настоящее имя которого было Порфирий Капитоныч. Несообразное с закономми натуры, повторил сердцем Антон Степанович, которому, видно, понравилась эта фраза. Именно? Да. Вот именно такое, как вы изволите говорить. Это удивительно. Как вы полагаете, господа? Антон Степанович почился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло, или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял. «Не потрудитесь ли вы, милостливый государь?» Продолжал он, обращаясь к калужскому помещику, передать нам подробности такого любопытного события. «Отчего же?» «Можно», – отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так. «У меня, господа, как вам, вероятно, известно, а может быть и неизвестно, небольшое имение в Козельском уезде. Прежде я извлекал из него некоторую пользу, но теперь, разумеется, ничего, кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако по боку политику, ну-сссссс. В этом самом имении у меня усадьба, махинькая, огород, как водится, прудишко с карасишками, строения кое-какие, Ну и флегелек для собственного грешного тела Дело холостое Вот однажды, годов так эдак шесть тому назад Вернулся я к себе до мной довольно поздно У соседа в картишки перекинул Но притом, прошу заметить, ни в одном, как говорит, согласие Разделся, лег, задул свечку И представьте вы себе, господа Только что я задул свечку Завозилась у меня под кроватью Думаю, крыса Нет, не крыса Скребет, возится, чешется Наконец ушами захлопала Понятное дело, собака Но откуда собаке взяться? Сам я не держу, разве, думаю, забежала какая-нибудь заболтушная Я кликнул своего слугу Филько он у меня прозывается Вошел слуга со свечкой Что это, я говорю, братец Филько Какие у тебя беспорядки? Ко мне собака под кровать затесалась Какая, говорит, собака? А я почем знаю? Говорю я Это твое дело, барина, до беспокойства не допущать Нагнулся мой Филько Стал свечкой под кроватью водить Да тут, говорит, никакой собаки нету Нагнулся и я Точно Нет собаки Что за притча? Вскинул я глазами на Фильку А он улыбается Дурак, говорю я ему Что ты зобы скалишь-то? Собака-то, вероятно Как ты стал отворять дверь Взяла, да и шмыгнула в переднюю А ты, Ратозей, ничего не заметил Потому что ты вечно спишь Да-да, спишь Уж не воображаешь ли ты, что я пьян? Он захотел было возражать Но я его прогнал Свернулся калачиком И в ту ночь уже ничего не слыхал Но на следующую ночь Вообразите То же самое повторилось Как только я свечку задул Опять скребет Ушами хлопает Опять я позвал Фильку Опять он поглядел под кровать Опять ничего Услал я его Задул свечку Тьфу ты, черт Собака тут как тут И как есть собака Так вот и слышно Как она дышит Как зубами по шерсти Перебирает Бог ищет Явственно таково Филька, говорю я Войди-ка сюда без свечки Тот вошел Ну что, говорю, слышишь? Слышу Говорит Самого-то мне его не видать Но чувствую я Что струхнул малый Как, говорю, ты это понимаешь? А как мне это понимать Прикажете Порфирий Капитонович? Наваждение Ты, я говорю, беспутный человек Молчи С наваждением-то своим А у обоих-то у нас голоса Словно птичьи И дрожим-то мы как в лихорадке В темнотете В темноте темнота Пушает Зажег я свечку Ни собаки нет Ни шума никакого А только оба мы с Филькой Белая как глина Так свечка у меня до утра и горела И доложу я вам, господа Верьте вы мне или нет А только с самой той ночи В течение шести недель Та же история со мной повторялась Под конец я даже привык И свечку гасить стал Потому что мне при свете не спится Пусть, мол, возится Ведь зла она мне Не причиняет Однако Я вижу вы Нетрусливого десятка С полупризрительным Полуснисходительным смехом Перебил Антон Степанович Сейчас видно гусара Вас-то я бы ни в каком случае не испугался Промолвил Парфирий Капитоныч И на мгновение действительно Посмотрел гусаром Но слушайте далее Приезжает ко мне один сосед Тот самый, с которым я в картишки перекидывал Пообедал он у меня Чем Бог послал Спустил мне рублика в пятьдесят За визит Ночь на дворе Убираться пора А у меня свои соображения Останься, говорю, ночевать у меня Василий Васильевич Завтра отыграйся Даст Бог Подумал, подумал Мой Василий Васильевич Остался Я ему кровать у себя же В спальне поставить Приказал Ну, леглись мы Покурили Покалякали Все больше Женском поле Как оно и приличествует В холостой компании Посмеялись, разумеется Смотрю Погасил Василий Васильевич Свою свечку И спиной ко мне повернулся Значит Шлафензевать Я подождал маленько и тоже погасил свечку. И представьте, не успел я подумать, что, мол, теперь какой-то карамболь произойдет, как уже завозилась моя голубушка, да мало что завозилась, из-под кровати вырезала, через комнату пошла, когтями по полу стучит, ушами мотает, да вдруг, как толкнет стул, что возле Василия Васильевича. Порфей Капитоныч, говорит тот, и таким, знаете, равнодушным голосом, а я и не знал, что ты собаку приобрел. Какая она? Легавая, что ли? У меня, говорю, собаки никакой нет и не бывало никогда. Как нет? А это что? Что это, говорю я? А вот зажги свечку. Так сам узнаешь, это не собака. Нет? Повернулся Василий Васильевич на постели. Да ты шутишь, черт? Нет, не шучу. Слышу я, он черк-черк спичкой. А та-та, та-та, все не унимается, бок себе чешет. Загорелся огонек, и баста. След простыл. Глядит на меня Василий Васильевич. Я на него гляжу. Это, говорит, что за фокус? А это, говорю я, такой фокус, что посадит и с одной стороны самого Сократа, а с другой Фредриха Великого. Так и те ничего не разберут. И тут же я ему все в подробностях рассказал. Как скочит мой Василий Васильевич, словно обожженный. В сапоги-то никак не попадет. Лошадей кричит. Лошадей. Стал я его уговаривать. Так куда там? Так и в захолосы. Не останусь кричить ни минуты. Ты, значит, после этого оглашенный человек. Лошадей. Однако я его уломал. Только кровать его перетащили в другую комнату. И ночники везде запалили. Поутру за чаем он остепенился, стал советам не давать. Ты бы, говорит, Парфирий Капитоныч, попробовал на несколько дней из дому отлучиться. Может, эта пакость от тебя бы отстала. А надо вам сказать, человек он, сосед мой, был ума обширного. Тещу свою, между прочим, так обработал чудесно. Вексель ей подсунул, значит, выбрал же самый чувствительный час. Шелковая стала. Доверенность сдала на управление всем имением. Чего больше-то? А ведь это какое дело? Тещу-то скрутить, а? Сами не изволите посудить. Однако уехал он от меня в некотором неудовольствии. Я таки его опять рубликов на сотню наказал. Даже ругал меня. Говорил, что ты, мол, неблагодарен. Не чувствуешь. А я чем же виноват-то? Ну, это само собой. А совет я его к сведению принял. В тот же день укатил в город, да и поселился на постоялом дворе у знакомого старичка из Раскольников. Почтенный был старичок, хотя и суров маленько, по причине одиночества. Вся семья у него перемерла. Только уж очень табаку не жаловал. И к собакам чувствовал омерзение. Великое омерзение. Кажется, чем, например, ему собаку в комнату впустить, согласиться, скорее бы, сам себя пополам прервать. Потому, говорит, как же, возможно, тут у меня светлицы на стене сама владычица пребывать изволит. И тут же пес поганый рыло свое уставит. Известно. Не образование. А, впрочем, я такого мнения, кому какая премудрость далась, тот той и придерживается. Да вы, я вижу, великий философ. Вторично и с той же усмешкой перебил Антон Степаныч. Порфирий Капитаныч на этот раз даже нахмурился. Какой я философ? Это еще неизвестно. Промолдвил он. С угрюмым придерживанием, подергиванием усов. Но вас бы я охотно взял, так сказать, в науку. С угрюмым придерживанием усов. С угрюмым придерживанием усов. С угрюмым придерживанием усов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...